Алексей Егорович, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелые испытания военного времени. Личное поздравление от президента России Владимира Путина зачитывают ветерану Великой Отечественной войны Алексею Егоровичу Водолазкину. Ему исполнилось 95 лет. Кузнец по профессии был призван в армию в 43-м году. Сначала его увезли на Дальний Восток, где страна готовилась к открытию Второго фронта. Но позже он был отправлен в танковое училище, потому что на полях сражений не хватало водителей боевых машин. Прошел ускоренный курс управления техникой и отправился воевать за рулем танка. Командир сидит сверху танка. Он командует мною. Я ничего не вижу. Я только вижу, прямо уехать. А направо, налево. Нет, я не вижу ничего. Он мне командует. Прибал газу. Пулеметчики сидят. Разгромите. Ну я газу прибавил, направо, налево повернул. А что я там сделал, я не знаю, я не видел. Молодец. Вот все. Поехали. И вот так всю войну. Алексей Водолазкин, встретивший день победы под Берлином, награжден орденом Отечественной войны первой степени. Медалями за победу над Германией, за взятие Белоруссии, за отвагу. Теперь в его коллекции 14 разных наград пополнение. Юбилейная медаль в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной. Самая главная проблема – это отсутствие общения, первое. И второе – отсутствие возможности передать тот богатый опыт жизненный, ту харизматику, которую они вынесли из своих годов испытания. И поэтому запустили проект «Патриот круглый год» и стараемся несколько раз в год посетить участников войны, ветеранов войны. Алексей Егорович гостей без подарков тоже никогда не оставляет. Ветеран продолжает работать руками, создает небольшие игрушки с шерстяных нитей. Такие вязанки с небольшой запиской от автора на память получает каждый, кто приходит его навестить. Третью медаль. Конечно. Алексей Егорович, я вас благодарю. Кроме того, Алексей Егорович декорирует стулья. Родственники рассказывают, что многие соседи дают ему табуретки для дизайнерского оформления. А ему только в радость помочь людям, потому что он, несмотря на свой почтительный возраст, весел, бодр и наполнен оптимизмом, как и подобает настоящему герою. Андрей Грагуленко, Николай Епифанов. События. Субтитры создавал DimaTorzok